В общем, ближе к делу. Так вот, долгое время меня беспокоили проблемы со спиной. А точнее, были частые нующие боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Даже бывало такое, что было больно сидеть, стоять и ходить. В общем, чтобы не пугать народ врачебными заключениями и диагнозом, скажу, что всегда нужно уделять время и внимание простым упражнениям, которые направлены на развитие гибкости и укрепление мышечного корсета. Многие сейчас возразят, что, мол, еще бы, такие нагрузки как в спорте всегда приводят к таким проблемам. Скажу сразу, травму можно получить, занимаясь чем угодно. Лично у меня был знакомый, который шел по улице домой, по неосторожности подвернул ногу и из-за резкого движения в сторону вывихнул шею. Так что все, чем бы вы ни занимались, может привести к травме, если это делать необдуманно и неразумно. Как я сказал ранее, как правило, проблемы со спиной чаще всего возникают из-за недостаточно хорошо развитой гибкости и слабого мышечного корсета. Как раз с помощью упражнений, которые я сейчас покажу, вы сможете решить большую часть проблем. Да, это факт, то что у каждого из нас разный уровень физических возможностей и подготовки. Но все мы стремимся к единому образу здоровья. Лично я использую эти упражнения каждое утро в качестве разминки или зарядки, кому как нравится. И в первую очередь сразу хочу сказать, что все упражнения из этого видео нужно выполнять плавно и без резких движений. Помним о том, что нам нужно улучшить свое самочувствие, а не усугубить собственное состояние. Итак, начнем. Первое упражнение. Ложимся спиной на твердую ровную поверхность, кладем руки в стороны, ноги сгибаем в коленях, прижимаем поясницу к полу. Выполняем группировки 20 раз подряд без остановки, а затем фиксируем позу на 10-30 секунд. Дальше сразу переходим к скручиванию. Поворачиваем ноги в одну сторону, голову в противоположную. Я обычно выполняю 20 повторений за подход. Я обязательно стараюсь держать весь мышечный корсет в тонусе. Это упражнение очень хорошо прогревает прямые и косые мышцы живота. Следующее упражнение. Снова ложимся на спину, раскидываем руки в стороны, кладем ноги скрестно друг на друга, пяткой на носок и поворачиваем ноги в сторону. Выполняем упражнение 20 раз, а затем меняем положение ног и выполняем повороты в другую сторону. Как я уже говорил ранее, выполняем упражнение осторожно, без фанатизма и резких движений. Внимание! Если возникает боль, то снижайте угол поворота. С помощью этого упражнения мы скручиваем и тем самым растягиваем наш позвоночник. Следующее упражнение будет немного посложнее, так что внимательно следите за техникой исполнения и ощущениями в спине. Ложимся в исходное положение, сгибаем ноги в коленях, ставим одну ногу пяткой на колено второй ноги, поворачиваем ноги в противоположную сторону верхней ноги, стараемся достать коленом пола. Я выполняю это упражнение также по 20 повторений, но если вам сложно, то можно начинать с 10 повторов. Дальше меняем положение ног и повторяем то же самое, только в другую сторону. Следующее упражнение, которое я вам покажу, лучше всего выполнять в комплексе. Итак, ложимся на спину, руки в стороны, ноги согнуты в коленях, подтягиваем колени к груди и встаем на лопатки. В итоге у нас получается группировка. Выполняем от 10 до 20 повторений и сразу переходим к следующему упражнению. Округляем спину, беремся руками за колени и выполняем перекаты назад и вперед, также от 10 до 20 повторений. Вообще такие прокаты части тела очень хорошо проминают проблемные зоны и убирают зажимы. Повторюсь, все эти упражнения нужно выполнять ежедневно. Лично я их использую в качестве утренней зарядки. Время отдыха между подходами не более 1 минуту, но в целом, если соблюдать спокойный темп исполнения, то каждое упражнение можно выполнять друг за другом без остановки. А на сегодня все. Желаю вам хорошего дня. Пока!